Москва, 8 апреля 2022 года. Огромная очередь выстроилась на Большой Дмитровке к Дому Союзов. За металлическими ограждениями чиновники, спортсмены, артисты и самые обычные люди. Сотни желающих пришли проститься с Владимиром Жириновским. Сын юриста, блестящий шоумен, выдающийся политик, успешный бизнесмен и, вероятно, даже пророк. Кем на самом деле был лидер ЛДПР Владимир Жириновский? У него столько было проступков, его можно было давно посадить. У Жириновского был хулиганский образ, который нравится публике и репутация щедрого политика, просто так раздающего народу деньги. Тихо, мол, взяли и ушли. Жириновский – это не Дед Мороз с мешком подарков и сюрпризами. Правда ли, что он был богат, как арабский шейх? Думаю, год назад, ну, 3 миллиарда, 3,5 миллиарда где-то оно бы стоило. Куда подевалось баснословное состояние лидера ЛДПР после смерти? Конечно, он всех этим потроллил. Откуда у Жириновского взялся странный дар пророчества? Кто ему помогал? Это он знает, еще, может быть, кто-то знает. Что могло поссорить его со старшим сыном? Он говорит, а что про этого рассказывать и пальцем показывает? У меня же сын подлец. Кто помог вождю либеральных демократов создать одну из самых популярных партий России? Он был таким политическим животным, абсолютно. И чем объяснить невероятное политическое долгожительство лидера ЛДПР? Кончина Жириновского стала для всех неожиданностью. Политик собирался жить долго, у руля созданной партии намеревался стоять до 90 лет. И в свойственной ему манере заявлял об этом. Я уже сейчас готов написать заявление об уходе со всех постов с 1 мая 2036 года. Владимир Вольфович написал заявление об уходе с поста председателя партии в 2036 году при мне. Я видел, как он писал заявление. Конечно, он всех этим потроллил, как сейчас говорят, позабавил и никуда не собирался. Я имею в виду в мир иной. Но зимой 2022-го бессменный лидер ЛДПР заболел. Два месяца страна ждала новостей из больницы, где шоумен от политики, а именно так Жириновского воспринимал народ, боролся с последствиями ковида. Он предостерегался этой заразой, это как никто из нас не предостерегался. Он и в перчатки надевал, и этот подноморник, и все у него было вытащено, все следили. Он как будто предвидел, что с ним этого может случиться. Прощались с Владимиром Жириновским в колонном зале. Невероятно, но даже после смерти лидер ЛДПР остался верен себе. Его похороны удивили многих. Проститься с близким человеком почему-то не приехала жена Галина Лебедева и их сын Игорь. А еще в глаза бросалась любопытная деталь. На всех фотографиях Жириновского отсутствовала черная траурная лента. Писателю и журналисту Андрею Тюняеву это показалось странным. У нас давнишние все-таки традиции уже такие в этом похоронном искусстве. Обряд отправления человека на тот свет, мешать в нем и изменять в нем что-либо уже давно уже никто не делает. И вот этих лент не было. Выяснилось, что еще в 2013 году Жириновский сумел детально описать свои похороны. Дату не назвал. Но в остальном все случилось именно так. Панихида будет в колонном зале. Там уже на автомобиле и на Нордивичье кладбище. Цивилизские залпы. Ему действительно пришла эта информация, как это будет происходить. То есть это было чистое видение, чистое ясновидение. Декабрь 2021 года. Главный политический шоумен страны прямо с трибуны Госдумы пророчит недобрый год. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Через три месяца прогноз сбывается. Тогда многие подумали, что политик просто что-то знал и проговорился. Все он спрогнозировал, что будет заварушка, как он ее называл, что украинцев готовят к нападению на Россию и надо бить первым. А ведь лидера ЛДПР часто называли популистом. Вот, например, съемка 2016 года. Жириновский собрал прессу и на глазах у всех передает в Музей современной истории капсулу со своими предсказаниями. Открыть наказывает через 20 лет, в 2036. Капсула до сих пор законсервирована, но, по словам соратников, в ней хранятся предсказания о распаде НАТО, крахе Евросоюза, исчезновении доллара и укреплении России. Можно ли верить Владимиру Жириновскому? Неужели он и правда мог видеть будущее? Например, в 2006-м Жириновский предупредил Европу о будущих энергетических проблемах. Будете платить за газ тысячу евро. Тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет. Значит, будете замерзать. Я вам пришлю телогрейки и обогреватели. Как такое возможно? Неужели лидер ЛДПР действительно был пророком? Ведь его предсказания сбывались с завидной регулярностью. Он постоянно опережал время. Он постоянно шел впереди того понимания нынешних процессов, нашего будущего, которое было у большинства из нас. А это съемка 2004 года. Жириновский дает невероятно точный прогноз о будущем США. Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент – это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист. Через пять лет к власти в США приходит Барак Обама. А в 2016 году американские журналисты обнаружили архивные фото президента США в традиционной мусульманской одежде. Снимки были сделаны на свадьбе его старшего брата. Торжество проходило по всем мусульманским канонам, ведь родственники Барака Обамы исповедуют ислам. Как Жириновский мог предвидеть все это? У Владимира Вольфовича однозначно был пророческий дар и дар предвидения. И многие вещи он действительно прочувствовал. И нельзя это объяснить простой политикой, простыми знаниями о политических процессах. Потому что политиков много, но предсказывают из них единицы. Но откуда вообще в политике взялся этот эксцентричный скандалист, прославившийся на всю страну своими хулиганскими выходками? Писательница Нина Пушкова вспоминает первую встречу с Жириновским. В 1992 году она работала в Верховном Совете Российской Федерации. И вот на прием пришел эксцентричный человек с картой преобразования России. Это была карта, по которой в России должны были быть губернии. Не национальные республики, а губернии. Скажем, грузинская, армянская, а закавказская губерния. Он с ней носился, всем ее демонстрировал, всех убеждал, что Россию надо преобразовывать. Кредо странного политика, не такого, как все, Жириновский сохранял до конца дней. А может, умело маскировался за ним? Кем же он был на самом деле? Жириновский – это не Дед Мороз. С мешком подарков и сюрпризами, которые он там вытаскивает для того, чтобы порадовать зрителей. Это политический остапбендер. Жириновский – настоящий, харизматичный, свой в тоску, который, если надо, и в драку полезет. Так считали и слесарь из Тамбовской глубинки, и водитель грузовика с Дальнего Востока. И шли голосовать за своего. Но как бы удивились простые работяги, узнав, что их кумир и лидер новой партии ЛДПР – блестяще образованный человек. ЛДПР – он приходил на программу «Культурная революция» и вел себя, как профессор Гарварда, понимаете? Совсем иначе, чем в программе, где он мог плеснуть соком или что-то. Просто как профессор Гарвард. Он это все очень хорошо все. Юмор – это вообще опасная вещь. Все темы подняты так, что это не страна, а сумасшедший дом. Очень эрудированный человек, умный, колоссальные работоспособности. К началу политической карьеры в багаже у Владимира Жириновского было два высших образования. Он окончил историко-филологический факультет Института восточных языков и Юрфак МГУ. А уже потом, в 52 года, защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации». Получил степень доктора философских наук. Когда он спрашивает национальность, мама русская, а папа юрист, ты уже понимаешь, что это человек с каким-то особым ходом мысли. Вот другой, он не такой, как все. А еще Жириновский вполне мог претендовать на звание полиглота. Он говорил на английском, французском и немецком языках. А турецкий и вовсе был его специализацией. Мы когда летали в Анкару, к Эрдогану, к президенту Турции, встречались там со всем политическим эстеблишментом, он говорил на турецком языке и в том числе на телевидении турецком. До прихода в политику Жириновский работал в иньюр-коллегии Минюста, где занимался заграничными наследственными делами. Потом 7 лет возглавлял юридический отдел в издательстве «Мир». Но вдруг, в 1989 году, он решает кардинально изменить судьбу. Оставить хорошую должность и ринуться во власть, где у него нет никаких связей и даже опыта. Почему? Что произошло тогда? Может, здесь кроется ключ к разгадке тайны оглушительного успеха Жириновского? Мы считаем этот день как день праздничный. Мы считаем, что он в какой-то степени имеет особенное историческое значение. Это видео прислал нам первый политтехнолог, работавший с лидером ЛДПР, Сергей Жариков. Оно сделано в 1992 году в Ленинградской области. Такого Жириновского мало кто помнит. На кадрах одна из первых встреч с избирателями. Будущий король скандалов скромно стоит, долго слушает и ни разу не перебивает. Он был такой интеллигентный, мягкий, а я никогда не кричал, ни шумею. Все было не так, как сейчас. А вот 2018 год. Политик на Пушкинской площади без раздумий бросается в рукопашную драку. Это же два разных Жириновских. Надо его спровоцировать было обязательно. И тогда он немножко, так сказать, выходил из себя. И вот его понесло, его несло. И в общем был полный успех. Политтехнологи работали на всех фронтах. Например, устраивали митинг Жириновскому. И сами же устраивали митинг против Жириновского. Писали, например, такие лозунги. Долой русского фашиста. Долой русского Гитлера. Невероятно. Но за три месяца 1990 года в ЛДПР записалось более трех тысяч человек. А на следующий год Жириновский уже принимал участие в выборах президента РСФСР. И занял рекордное для новичка третье место. Он сумел позиционировать себя как третью силу. И привлек голоса тех, кто разочаровался и в коммунистах, и в демократах. Великий человек. Человек, который опередил время. Человек, который обладал уникальной харизмой. Уникальным масштабом личности. К термопредвидения. Человек, который создал лучшую возможность. И я уверен, что лучшую партию современной России. Хотя сколько людей любили Жириновского, столько же и ненавидели, или же не воспринимали всерьез. Тем не менее, в 93-м случилась еще одна сенсация. На выборах в Государственную Думу ЛДПР получает почти четверть голосов. И оставляет далеко позади КПРФ. Неужели такой феноменальный успех – результат грамотного пиара? А может, у Жириновского был могущественный покровитель? Кто ему помогал? Это он знает, еще, может быть, кто-то знает. Но мы знаем Жириновский. Узнаете этого человека? В 90-е годы Анатолий Кашпировский был звездой центрального телевидения. Он вел программы, в которых исцелял от болезней и проводил сеансы гипноза. Кашпировский – очень интересная личность. Это колдун. Он мог быть колдуном, причем черным колдуном. Так вот, Анатолий Кашпировский состоял в ЛДПР почти с самого ее основания. А в 2012 году даже был доверенным лицом лидера партии на выборах президента России. Неужели Жириновский взлетел так высоко благодаря телепатии и гипнозу? Это работало за счет очень сильной энергии Кашпировского. На тот момент он был очень сильным энергетически. И вот благодаря этой силе не исключено, что Жириновский действительно стал тем, кем он дальше и был, собственно, великим политиком. Мог ли Кашпировский действительно зарядить Жириновского на успех? Не секрет. Руководящая элита во все времена прибегала к помощи магов и ясновидящих. Николай II прислушивался к советам старца Григория Распутина. Тот удержал его от преждевременного вступления в войну на Балканах. Вольф Мессинг увидел трагическое будущее сына Сталина Василия и помог вождю его спасти. Леонида Брежнева, по легенде, лечила целительница Джуна. Но Владимир Жириновский больше 30 лет возглавлял одну из самых популярных партий России. Чем же объяснить такой успех? Неужели только везением? Председатель одной из главных российских партий не стеснялся показываться на публике во всем многообразии своей широкой натуры. Любил попариться в баньке. Холодним венчиком мы нагоняем воздух на его раскаленное тело. И устроить показательное купание в бассейне. Он получил уважуху, понимаете? Уважуха с большой буквы и стал таким решавой. Да, там уже деньги. Там деньги. Неужели секрет в деньгах? В СМИ то и дело всплывали данные о несметных богатствах Жириновского. Говорили, за крома политика буквально ломятся от драгоценных подарков арабских диктаторов. А сам лидер ЛДПР любил рассказывать про собаку из чистого золота, полученную от Саддама Хусейна. И леопардовый трон, который вручил ему лидер Ливии Муаммар Каддафи. Вместе с экспертом по недвижимости Андреем Ковалевым мы приехали на запад Москвы. Здесь, неподалеку от природного заказника, у реки Сетунь, расположен элитный коттеджный поселок. Вот в этом пятиэтажном доме из красного кирпича более 20 лет проживал Владимир Жириновский. С виду так это, наверное, тысячи полторы квадратных метров. Где-то так, наверное, может даже чуть побольше, может и две. Ну, 500 миллионов, наверное. Согласно декларации о доходах, в этом же поселке, недалеко от пятиэтажного дома, находилась трехуровневая квартира-политика с большой библиотекой. Возможно, и сейчас среди томиков Толстого и Лермонтова там стоит полное собрание сочинений лидера ЛДПР. Его заботливо переиздали сотрудники основанного Жириновским университета мировых цивилизаций. Мы сделали 50 томов, и к юбилею Владимира Вольфовича, к 75-летию, мы ему подарили. Он очень обрадовался вот этому подарку и сказал, что как хорошо, что вы сохраняете историю. Помимо квартиры и дома в элитном поселке на западе Москвы, Жириновский задекларировал еще дачу на Рублевке в деревне Дарьино. Это строение в три этажа общей площадью 800 квадратных метров, построенное на участке площадью полгектара. Раньше лидеру ЛДПР также принадлежал дом в Кузьминках. Сколько же все это может стоить? По данным риэлторов, кирпичный дом, трехуровневую квартиру и другие апартаменты, что приписывают семье Жириновского, можно оценить в 2,5 миллиарда рублей. А дача в Дарьино с участком и всеми постройками может стоить около 200 миллионов. Кому же досталась вся эта элитная недвижимость? Как известно, завещание Владимир Жириновский не оставил. А значит, все отходит к детям. Их у него трое. Сын Игорь Лебедев, рожденный в союзе с Галиной Лебедевой. Внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко, о матери которой ничего неизвестно. И внебрачный сын Олег Эйдельштейн, его мать-осетинка Жанна Газдарова, с которой Жириновский познакомился в командировке на Кубе. Олег занимается политикой и бизнесом. По слухам, именно ему отец еще при жизни передал дачу на Рублевке. И Анастасия, и Олег пришли в Дом союзов проститься с отцом. Дочь присутствовала и на Новодевичьем кладбище во время установки памятника Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти. Лично я очень горжусь, что именно этот человек, выдающийся государственный деятель России, Владимир Вольфович Жириновский, является моим отцом. Вечная ему светлая память. Спи спокойно, папа. Старший сын Игорь Лебедев не приехал ни на проводы в последний путь, ни на годовщину памяти отца. Единственное, на похороны он прислал венок со словами «Давай помиримся». Почему сын пропустил и прощание, и поминовение? Неужели обида на отца была настолько серьезной? Я думаю, что он был очень тяжелым для людей, которые знали его близко, которые не только родственники, а которые окружали его, которые работали с ним, работали для него. Однако для сына Жириновский делал все, что мог, а мог он немало. Игорь Лебедев поступил в юридическую академию, почти сразу попал в Госдуму, стал помощником отца, а после окончания вуза возглавил молодежную организацию партии. В 99-м году Игорь Лебедев выиграл свои первые выборы в Госдуму и занял место рядом с отцом, но его надежд явно не оправдал. Мне кажется, что ему где-то было обидно, что он не увидел в нем того, что ожидал. Тем не менее, в Госдуме Игорь Лебедев проработал больше 20 лет, но незадолго до смерти отца, летом 21-го года, вдруг сам устранился из партии ЛДПР и политической жизни вообще и уехал за границу. А вскоре человека с таким именем и фамилией вообще не стало. Журналисты выяснили, что Лебедев получил новый паспорт. Теперь законного наследника якобы зовут Давид Александрович Гарсия. Но в чем причина столь радикальных перемен? Почему Игорь Лебедев порвал с прошлым? По некоторым данным, сын Владимира Жириновского вывел из кассы ЛДПР 29 миллионов рублей. Журналисты навели справки об активах Игоря Лебедева за границей. По их данным, только одна квартира бывшего депутата Госдумы в Дубае стоит 87 миллионов рублей. И это далеко не вся заграничная недвижимость. Есть сведения, что через подставных лиц Лебедев Гарсия владеет двумя отелями в Испании с прекрасным видом на море. Виллой почти за полтора миллиона долларов, офисами в Барселоне площадью 400 квадратных метров и квартирой в курортном местечке Бенедорме на побережье Коста-Бланки. Также ему приписывают недвижимость США. Согласно налоговым декларациям, на начало 2021 года совокупное имущество семьи Жириновского оценивалось почти в 10 миллиардов рублей. Большая часть активов была записана на мать Игоря Лебедева. В 2013 году пенсионерка Галина Лебедева задекларировала 71 миллион рублей дохода, а в 2018-м 90 миллионов. Но как вообще Жириновскому и его семье удалось нажить столько добра? Ведь на оклады в парламенте такое количество вилл, гаражей, земельных участков, бань, квартир и автомобилей точно не купить. Чего еще мы не знаем про лидера ЛДПР? Есть версия, что Жириновский создал ЛДПР как успешный бизнес для семьи и своего окружения, хотя он был состоятельным человеком еще на старте своей политической карьеры. По данным печатных изданий, в 90-е годы на Жириновского уже было задекларировано 122 квартиры и 227 автомобилей. Или такие богатства всего лишь выдумка, на которую политик пошел ради пиара? На этих архивных кадрах Владимир Жириновский открывает в Рязани линию по производству водки имени себя. После, как водится, банкет с дегустацией. Я думаю, потребители не будут жалеть деньги и дадут больше, чем средняя цена. И нигде она не застоится. Ни на одном прилавке, я уверяю, не застоится. Даже народ будут ломать ветрины, чтобы после закрытия магазина отдали. У него там все, и автобусы ходили, и троллейбусы, и трамваи. Все жирино. ЛДПР, ЛДПР. Все знали жириновский. Любовь народа помогали завоевать мороженое «Жирик» и «Жириновский» в шоколаде, а также линейка мужской и женской парфюмерии. Вот духи Жириновский. Вот у меня сохранилось. Вот здесь написано «Жириновский». Кумир, золотой кумир, профиль посредине его. Кто-нибудь из политиков? Кто, я спрашиваю вас, кто мог бы себе такое позволить? Жириновский умел зарабатывать на всем, пусть и не всегда напрямую. Он приходил позировать, и я подарил ему портрет. Он говорит, может, ты деньги заплатить? Я говорю, да нет, Владимир Владимирович. Какие деньги? Бескромный, бедный человек. Ты прав, ты прав. Деньги нам нужны. Откуда же у Владимира Жириновского взялся талант делать деньги? Его предки по отцовской линии владели мебельной фабрикой. В 1939 году ее национализировали. Политик собирался вернуть предприятие себе, но не успел. Зато в 1999 году он учредил Университет мировых цивилизаций. Только кадастровую стоимость земли под вузом эксперты оценивают в 180 миллионов рублей. А само здание гораздо дороже. Ну, с виду так, тысяч 20 квадратных метров. Метро «Октябрьская», начало Ленинского проспекта. Ну, думаю, год назад, ну, 3 миллиарда, 3,5 миллиарда где-то оно бы стоило. Цена очного обучения в университете начинается от 130 тысяч рублей в год. Вуз получает субсидии на научную деятельность и миллионные госконтракты на исследования. Вообще делать бизнес, будучи известным политиком, гораздо проще, чем обычным юристом или переводчиком с турецкого. Народное признание тоже большое подспорье. За каждый поданный за ЛДПР голос на выборах в Госдуму партия ежегодно получала 152 рубля дотаций из государственного бюджета. Эта норма действовала для тех партий, которые набрали более 3% голосов. Таким образом, за три года ЛДПР удавалось получить из федерального бюджета почти 3,5 миллиарда рублей. При этом у партии имелись и альтернативные источники дохода. Ходили слухи, что фракция ЛДПР на треть состоит из коммерческих депутатов. Мандаты в Госдуму якобы стоили от 100 до 400 миллионов рублей. Я знаю, что мой товарищ, который работал в Жириновском, пришел как бы на вторую сроку и сказал, давай деньги, нет денег, иди. А он много старался, делал. При этом у Жириновского были еще и личные критерии отбора. Он дрался, брат, людей таких, которые и деньги давали, еще и голову вели. Это партия, которая действительно сумела сплотить плечом к плечу людей абсолютно разных. ЛДПР и правда больше походила на талантливый и хорошо организованный бизнес, где деньги делались буквально на всем. Так может, на том и стоял Жириновский? Он оказался талантливым коммерсантом, который превратил политику в выгодный товар и умело его продавал. Он создатель политического театра во всероссийском масштабе. Где появлялся Жириновский, значит, может быть, какой-то, ну, не спектакль, но этюд можно увидеть. В свободное время Владимир Жириновский успел записать сольный альбом, поучаствовать в ток-шоу и сыграть в десятки фильмов с самой разной направленности. Его можно увидеть в криминальной драме Юрия Кары «Репортеры». Владимир Вольфович, что вам известно о планах расчленения России? Многие забыли, что американский конгресс еще в 59-м году принял резолюцию официально, так и называется, о расчленении СССР. Представляете, какая наглость? В комедии Валерия Комиссарова «Корабль двойников». А вы, батенька, все-таки Владимир Вольфович Жириновский. Я насквозь вижу вас, как бы вы не переодевались. И зачем же, Владимир Ильич, мне быть похожим на Жириновского? Каждый человек должен быть на своем месте. И даже в выпуске сатирического журнала «Фитиль», где он в роли чиновника по фамилии Минфин. Впрочем, ярче всего драматический талант Жириновского проявился в спектаклях, которые он устраивал в Госдуме. Лидер ЛДПР таскал за волосы депутата Евгению Тишковскую. Обещал расстрелять всех воров, жуликов и коррупционеров. И провоцировал драки среди народных избранников. В самом массовом побоище участвовало 20 человек. С ним весело было. Он выходит, он в позе говорит о женщинах, о том, что нужно сексом заниматься. О чем угодно. Ему все прощалось. Я всем женщинам планеты «Земля» говорю. 99% случаев мужчины вас не любят, когда ложатся с вами в постели. 99%. А она по глупости думает, «Ох, он лег со мной, он должен любить». Но этого нет. Потому что он ложится с ней – это природное явление. Ему нужен физиологический момент. И все. Он фактически играл роль триксера. Такой, знаете, неприкасаемый. Жириновский делал все, что ему заблагорассудится. Обещал с помощью метеорологического оружия изменить гравитационное поле Земли, чтобы потопить США. Грозил, что российские солдаты будут мыть сапоги в Индийском океане. Предложил увольнять политиков весом выше 80 килограммов. Для Жириновского красных линий в политике. Ну, их не было. И, казалось бы, то, что для других было невозможно, ему это сходило с рук. Чем лидер ЛДПР заслужил такую привилегию и такой особый политический иммунитет? Мы ему позволили вот эту роль, ему дали эту некую роль. У него столько было проступков, его можно было давно посадить. Но он был человек системы. Он был на службе, он работал. Быть умным и при этом виртуозно играть дурачка – задача не из легких. Но именно этой сложной работой раньше занимались шуты. Они всегда были одними из самых образованных и приближенных к монарху людей. Шут Петра I Иван Балакиров принадлежал к старинному дворянскому роду и обучался в Преображенском полку инженерному искусству. Шут французского короля Генриха III Шико тоже был дворянином и сделал прекрасную военную карьеру. Если бы не было, она бы попала в какую-то депрессию и какой-то хаос тяжеленный. Каждый день разоряют то Чара, то МММ, то это. И люди в таком состоянии. Вот вдруг Жириновский говорит, а завтра мы всех. И ты как бы уже получил плацебо и думаешь, ага, завтра все-таки мы до них. А, ладно, с этим деньгами обманули. Выживали, давал надежду на выживаемость. Некий доктор. Сколько стоит 3,75? Сафонов оплатить. Сколько стоит? 150 рублей. Сафонов оплатить? Стоит 250 рублей. Да. Сафонов в кассу оплати, попробуй. Жириновский был человеком с фантастическим чувством аудитории. Он говорил то, что хотела аудитория. Он говорил то, что хотел народ. Он очень остро чувствовал вообще меняющуюся ситуацию. Он был таким политическим животным абсолютно. Очевидно, это амплуа досталось Жириновскому не просто так. Так кто же скрывался за маской политического популиста? Шеф Московского бюро международной газеты Financial Times Чарльз Скловер в своей книге «Черный ветер, белый снег» причислял Жириновского к агентам КГБ, а Сергей Жариков к турецким разведчикам. Ну, был он там. Он же турецких хорошо знает. Он попал в тюрьму, и ГБшники его предпочитали, что это был вербовочный пасхот, и они его считали турецким агентом. В Турции Жириновский проходил преддипломную практику и попал там в тюрьму за советский значок. По одной версии он его подарил, а по другой – хотел продать своему коллеге турку. В итоге будущего политика обвинили в коммунистической пропаганде и посадили за решетку. Каким образом Жириновскому удалось выбраться из турецких застенков? Неужели его просто оправдали или все-таки кто-то помог? И для чего? Вернувшись домой, будущий политик тихо работал никому неизвестным юристом, пока не настал подходящий момент. Может, кто-то заблаговременно делал на него ставку? Он же был спойлером Ельцина. То есть он не был оппозиционером, вы же прекрасно понимаете. Он подыгрывал Ельцина, но оттягивал электорацию, называется, противоположный. То есть мешал Юганову и коммунистам. Первый политтехнолог Владимира Жириновского утверждает, за его бывшим шефом стояли люди из КГБ СССР. Они отвечали за внешнюю разведку. Расчет был прост – выпустить Жириновского словно джина из бутылки. И мы, естественно, создали такой образ человека, который может прийти к власти. И он как бы дышит Ельцину в затылок. Естественно, он тоже был страшным, как Бармалей. Естественно, мы пугали Запад, пугали Запад, что вот либо Ельцин, либо вот такой дуча. Но почему тогда в Кремле проект Жириновский не свернули сразу после успешного выполнения задачи? Возможно, там поняли, что такой политический антигерой и дальше может быть весьма полезен. Я вообще считаю, что его надо было бы оцифровать и преподавать его поведение как одно из вариативных поведений политика во всех институтах власти. И Жириновский этого достоин. За 30 лет в стране многое изменилось, а лидер ЛДПР удержался. И пока никто не смог его заменить. Нет нормального клоуна в Госдуме. Но клоуна опять не в плохом смысле, а в хорошем. То есть вот они сидят там, засыпают за своими этими планшетами или чем-то, влюбуются свои эти телефоны. А ГОСТа и ныне там, результатов нет. Но если Жириновский и правда был связан с людьми из внешней разведки, Становится понятно, почему он так умело маневрировал во власти и давал такие точные прогнозы. В большие кабинеты он везде был вхож. Благодаря своей коммуникабельности и своей, так сказать, уму он много знал. В декабре 2021 года все выглядело так, что многие подумали, по всей видимости, Жириновский что-то знал и проговорился. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Это выступление породило череду самых невероятных слухов. Например, писатель и журналист Андрей Тюняев вообще не поверил в то, что Жириновский умер. Как ни странно, но его уход из жизни такой официальный, он послужил самым лучшим методом изоляции этого человека от политических высказываний. Удивительно, но первый пиарщик Жириновского Сергей Жариков тоже допускает самое фантастическое и невозможное. Он мог пойти на какой-то неординарный шаг. Так что есть такая версия, что он жив на дороге, уехал в Дубай, и там посмотрит, если вы про него сделаете программу. В смерть Жириновского и правда не хочется верить. Ведь за 30 лет харизматичный лицедей и яркий политик сумел стать своим для многих. А народная любовь всегда идет под руку самыми невероятными легендами. И кто знает, может он и правда наблюдает за нами и оставленный им страной откуда бы то ни было. Летят перелетные птицы в осенний гови голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Субтитры создавал DimaTorzok